Итак, продолжаем уроки клина. Сегодня у нас срок 28. В прошлый раз я сказала, что прежде чем вы начнете чистить черненькое, вам нужно откалибрировать свои мониторчики на яркость, контрастность и гамму, чтобы вы могли вообще видеть, где у вас серые оттенки, а где у вас черные оттенки, чтобы вы видели вообще, что вы должны чистить. Если у вас все-таки мониторы старенькие и вы не можете это дело откалибрировать, вы все равно видите в серых оттенках, вот допустим вот здесь, вот сейчас, вот здесь вы должны видеть серые оттенки, на этой картинке черных пикселей практически нет вообще. Если вы со своих мониторов видите вот здесь вот все-таки черненькое все, значит у вас монитор плохо настроен. И если вы не можете настроить свой монитор, то есть такая штучка как уровни, слой уровни, и при помощи него вы можете увидеть те места, которые у вас как-то, ну где у вас черненький, не черненький. Чтобы их включить, можно либо вот здесь вот включить уровни, либо нажимаем клавишу в менюшке слои, новый корректирующий слой и кликаем уровни. Называем как хотим. И вот у нас появляется такая диаграмма. Эта диаграмма показывает сколько пикселей, какого оттенка у нас есть. Допустим здесь, вот это вот, вот здесь по нулям которые, да, вот этот черненький быкуночек, это у нас все чисто черные оттенки. И как мы видим, на этой диаграмме здесь пусто, то есть у нас на этой картинке нету черных оттенков чистых вообще. Беленьких оттенков, вот тут вот, да, если поглядеться, мы увидим, что чисто беленьких оттенков, вот это нет, только чуть-чуть, немножечко в уголочке здесь есть, буквально чуть-чуть. А дальше, вот эта большая полоса, да, чего больше всего, это у нас не чисто беленький, а оттенок уже, ну, где-то 250, вот, 253, да, оттеночек. Я вот нашла картинку в интернете вот такую, где у нас показываются все наши оттенки, все 256 оттенков серого. То есть вот 0 это чисто черный цвет, 255 это чисто белый цвет. То есть у нас на нашей картинке здесь больше всего вот этих пикселей, больше всего, ну, площади занимают оттенки, пиксели с оттенком 253 и 252. То есть это вот, секундочку, то есть это вот эти два оттенка, то есть они как бы слегка, ну, немножечко серовастенькие. Далее, черный, черный цвет у нас начинается, здесь у нас все пусто, 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 вот этих оттенков у нас чисто черных вообще они отсутствуют. И вот начиная где-то с 26 оттенка у нас вот есть черные цвета, да, черные пиксели появляются вот здесь вот, да. 26 оттенок, смотрим сюда, это у нас вот такой вот серенький цвет, то есть он уже не чисто черный, он уже вот такой вот серенький цвет. То есть это у нас, да. Вот такие вот дела. То есть на этой картинке, как вы видите, по диаграмме чисто черного не существует. Что тут еще мы видим? Что тут еще можно с этой диаграммой сделать? Если у вас плохо откалибрирован ваш мониторчик, вы можете сделать следующее. Берете, допустим, мы хотим сначала увидеть, сколько у нас беленьких вообще пикселей. Берем черный бегунок, тащим его в эту сторону до самого-самого конца. И вот все, что мы тут оставшееся видим, вот эти беленькие точки, это у нас как раз-таки те пиксели, которые у нас чисто беленькие. То же самое делаем в обратную сторону. Тащим белый бегунок в эту сторону. И, опа-на, у нас, оказывается, тут все-таки есть пиксели черненькие. Смотрите-ка, я думала, тут у нас нет чисто черного цвета. Все-таки есть. Несколько пикселей на картинке черненьких присутствует. Чисто черного цвета. Так, дальше что? Ну, конечно, до самого конца вам доводить не нужно, потому что так вы вообще ничего не видите. Чтобы вам вообще видеть, что вы должны чистить, вам нужен вот этот бегуночек беленький. В данном случае будем беленький брать, потому что мы хотим чистить черненькое. Вам его нужно довести, ну, где-то вот, скажем, вот до такого состояния. Окей, вот так давайте это свернем. И вот все, что тут осталось, вот это вот, то должно быть у нас черненьким. То есть вы сами ставите порог, который должен быть черненьким. Если поглядеться, допустим, вот в это место, да, здесь мы видим, что очень много вещей, вот этих вот, да, они все-таки должны быть серенькие оставаться. То есть тут надо будет очень аккуратненько в этом месте затемнять черный цвет, потому что очень легко здесь перетемнить вот это место. Дальше что? Здесь еще, вообще, сама картинка, это она очень сложная, да. Допустим, вот здесь вот эти волосы, допустим, если будете затемнять, то тут тоже очень сложно с этим будет получаться, потому что полоски очень близко друг к другу находятся. И если вы будете все просто вот этим инструментом затемнения просто затемнять, то у вас затемнится слишком много всего. вот так вот берете, затемняете вот так вот, у вас появился чисто черный цвет, но при этом вот здесь у вас что получилось? Сейчас, секундочку, я забыла сделать дубликат слоя. Дубликат слоя сделаем, вот его мы затемним. Вот так вот у нас прекрасно черный цвет получился, но при этом у нас куча-куча полосочек просто-напросто исчезла. Ой, как это печально всегда частенько происходит. Значит, как вообще можно это дело чистить, расскажу уже в следующий раз. Здесь просто показала пример, как вы можете увидеть то, что вам нужно вообще чистить. То же самое делаем и с беленькими. Если у вас с белым плохо видно, хотя обычно с белыми не так много проблем, обычно проблемы именно с черными оттенками происходят. То есть беленькие тоже потачивают сюда и смотрят, что ага, вот это все должно быть у нас чисто беленьким. То есть то, что черненькое мы не трогаем, а вот эту вот серую массу мы должны превратить в белое. В общем, да, такие вот дела. На этом пока что очередной урок заканчивается. И в следующий раз уже расскажу, что можно сделать вообще с этими черными оттенками поконкретнее. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok